Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот я только что вам рассказывала в предыдущем видео, что нужно успеть посеять до конца февраля. И сейчас сразу же в догонку расскажу вам, что нужно сеять в марте. Потому что у садовода-огородника все расписано по месяцам и даже по дням. Если в январе нам нужно было приобрести удобрения, стимуляторы роста, средства обработки растений, подготовить тару и провести ревизию семян, то в феврале мы уже начали сеять некоторые сорта перцев и баклажан. И если в феврале посевами занимались еще не все, то март это тот месяц, на который приходятся массовые посевы. Сеют все и все. В марте наступает самый ответственный, самый напряженный период, от которого зависит весь наш урожай. Недаром говорят, что посеешь, то и пожнешь. От того, как, когда и что мы посеем в марте, зависит, что, когда и сколько мы соберем осенью. В начале марта нужно сеять лук-чернушку, если мы хотим получить полноценную луковицу уже в этом году. Кто-то сеет осенью, кто-то сеет весной луком-севком, но если вы хотите попробовать через чернушку вырастить полноценные луковицы, то в марте, в начале марта, в самых первых числах, уже нужно начинать сеять ее на рассаду. Также в самом начале марта нужно успеть посеять оставшиеся сорта томатов, перцев и баклажан для выращивания в теплицах. Напомню, что основную часть этих культур мы должны посеять уже сейчас, в последней декаде февраля. Это сорта с длительным периодом созревания. Я только что о них говорила, я вот показывала перцы, которые уже сейчас буду сеять. Это вот позднеспелые и среднеспелые перцы, потом томаты высокорослые для теплицы. Все это нужно сделать сейчас, на этой неделе. И вот те, которые останутся, скороспелые и ранние сорта, которые будут выращиваться и в открытом грунте, и в теплице, нужно сеять будет нам в марте. Вот я оставила из томатов, оставляю такие, как ранний петруша, огородник, самый ранний, вот петергоф, все-все, и перец винни-пух. Вот эти сорта я буду сеять в марте. То, что останется от февраля, все мы будем сеять в марте. Весь март мы будем сеять томаты для открытого грунта. Сначала позднеспелые, потом среднеспелые, в конце месяца самые ранние. И в последней же декаде марта можно приступать к посевам на рассаду белокочанной капусты, а также всех остальных сортов, цветной, краснокочанной, брокколи. Сроки посева в капусты зависят от вашего региона, от сорта капусты, от сроков созревания ее и от того, когда вы хотите получить готовый результат. Вот кто-то выращивает раннюю скороспелку, начинают сеять уже в начале марта, чтобы в июне, вот есть июньская точка, скороспелка. Если хотите получить раньше, сдвигайте сроки посева на рассаду на начало месяца. Хотите попозже, можете сдвинуть позже. Это все решает каждый из вас сам, но все это будет в марте. Конечно, все сроки посевов зависят от нашего региона. Каждый, смотрите, спрашивайте у соседей, если вы первый год сеете, спрашивайте у людей, и когда в вашем регионе какие сорта высевают, когда вы будете высаживать. Обязательно нужно корректировать в соответствии с вашим климатом. Вот я проживаю в сибирском регионе. У нас традиционно томаты для открытого грунта высевают в три срока. Поздние сорта сеют после 8 марта, ранние после 25 марта, а сорта со средним сроком между ними где-то, но каждый выбирает, какой сроком удобно. И в начале апреля мы еще сеем ультраскороспелые томаты. Вот выходят 4 срока посева, 4 ступени, в зависимости от сорта, от высоты детерминатной или высокорослой. Вот такой большой разброс в сроках, с начала марта до начала апреля, зависит это от сорта, от его вегетационного периода. Вы тоже посмотрите, пожалуйста, все свои сорта и разложите их по кучкам, какие вы будете сеять в начале, какие в конце. Но все это будет в марте. Март очень напряженный месяц. Так что ваши сроки посева будут зависеть от вашего выбора. От выбора сорта, от региона, в котором вы проживаете, и от ваших пожеланий. Захотите вы иметь, ну, поиметь более ранние урожаи, или вы можете высаживать вместе со всеми в традиционные сроки. Тут главное найти золотую середину, не посеять слишком рано, чтобы рассада не переросла, но и не опоздать, чтобы плоды успели полностью сформироваться и вызреть. Но в марте можно посеять еще петунию успеть, она будет чуть попозже цвести, но можно все равно ее посеять. В конце марта многие начинают сеять астры на рассаду, многие другие однолетники. Но все это зависит, опять же, от ваших регионов. Сроки у всех разные. Кто-то сеет в марте, кто-то сеет еще и в апреле цветы. Это вы должны смотреть, ну как, спрашивать у тех, кто, у ваших соседей, когда они сеют. Я, например, даже не знаю, есть такие районы, о которых я знаю очень мало, например, Коми, АСР или Татарстан, когда они там начинают сеять. Я знаю, когда у нас сроки посевов, но я знаю, что в марте мы должны посеять уже почти все. В апреле только ультраскороспелые сорта. Все, готовьтесь к марту, сортируйте свои пакетики, семена, готовьте планы, какие семена в какой день вы будете сеять, что, зачем. В марте мы должны посеять все, кроме ультраскороспелых сортов. До свидания. Надеюсь, если вы внимательно все это разложите, подготовите, все у вас пройдет хорошо.